Всем привет! Смотрите как восстановить данные с RAID 6 массива NAS устройства Synology CubeStation 407. Как создать резервную копию, восстановить данные с резервной копии и как вернуть файлы с нерабочего NAS. NAS от Synology одни из самых известных и широко используемых сетевых хранилищ. Модельный ряд устройств довольно широкий и позволяет выбрать устройства для любых нужд. Здесь представлены модели от компактных настольных до больших хранилищ. Все хранилища данного типа характеризуются надежностью и простотой в управлении, а технология RAID позволяет обеспечить и отказоустойчивость накопителей. Но так как довольно широко используются старые устройства, мы рассмотрим как вернуть данные в случае выхода из строя Synology NAS. Для того чтобы обеспечить надежность хранения данных, на данном типе хранилища реализирована возможность создавать RAID. Для обеспечения максимально возможной отказоустойчивости диска рекомендуется использовать RAID 5 или 6 уровня. Для того чтобы создать RAID откройте панель управления устройством. При первой настройке вы увидите окно где будет предложено создать RAID 2 или откройте меню Storage Manager. Здесь кликните по кнопке Create. Выберите тип создания, быстрый или настраиваемый – Next. Затем укажите сколько томов вы планируете создать на массиве – один или несколько. Отметьте диски из которых будет состоять будущий RAID – Next. Далее вы увидите окно предупреждение о том, что все данные на дисках будут удалены. Нажмите Есть для подтверждения. После нужно указать тип RAID и нужна ли проверка дисков. Проверьте выведенную информацию о будущем массиве и нажмите Apply для подтверждения. В результате начнется процесс построения RAID. Для использования нового тома нужно дождаться окончания инициализации. Этот процесс займет довольно продолжительное время. После инициализации осталось создать новую сетевую папку. После чего можно использовать хранилище для записи хранилища. Для предотвращения потери важных файлов рекомендуется делать резервное копирование. Чтобы сделать резервную копию нужной папки, откройте меню и запустите backup and restore. В открывшемся окне кликните Create – Next. Задайте имя. Укажите место, куда сохранить резервную копию. Выберите папку назначения и Apply для подтверждения. Дождитесь окончания процесса. Если вам нужно вернуть случайно удаленные файлы, загрузите последнюю резервную копию. Но вы должны понимать, что резервная копия вернет состояние папок на конкретную дату и время создания данного бэкапа. Перед тем как делать возврат, сделайте резервную копию текущего состояния, чтобы не потерять изменения, которые были произведены после бэкапа. Для восстановления с резервной копии откройте backup and restore и кликните по кнопке restore. Отметьте папку состояние, которое вы хотите вернуть, затем нажмите Next и Apply для подтверждения. По окончании процесса все файлы, которые были удалены после резервного копирования будут восстановлены, но также будут удалены те, что были добавлены после бэкапа. Как вернуть файлы без резервной копии и что делать, если RAID массив разрушен? Если вы обнаружили, что случайно удалили файлы сетевого жесткого диска, а резервной копии нет, вам понадобится специальная программа, которая поможет их вернуть. В том случае, если вы потеряли доступ к данным RAID, выхода из строя устройства, неправильной настройки или перестроения RAID, случайно удалили файлы или отформатировали диски, скачайте программу для восстановления данных – Hetman RAID Recovery. Hetman RAID Recovery поддерживает все популярные файловые системы и типы RAID. Перед началом процесса восстановления выключите нас в хранилище и извлеките из него все жесткие диски. Обратите внимание на последовательность, в которой они установлены. Чтобы не перепутать в дальнейшем, их рекомендуется пронумеровать. Затем подключите все диски к ПК с операционной системой Windows через USB или SATA. Если на вашей материнской плате недостаточно портов или разъемов питания, воспользуйтесь переходниками и расширителями, наподобие тех, которые вы сейчас видите на экране. И главное, не забудьте подключить все диски одновременно. Исключение может быть в том случае, если вы используете RAID, который может работать при исключении одного или нескольких дисков. В случае с RAID 6 можно исключить два диска из массива, учитывая тот момент, что оставшиеся накопители должны быть в рабочем состоянии. Если у вас нет возможности проверить работоспособность дисков, подключите все накопители, из которых был создан RAID. Программа в автоматическом режиме просканирует диски и соберет из них разрушенный массив. Детальная информация о массиве отображается в нижней части окна программы. Чтобы посмотреть все параметры массива, откройте свойства диска. Для поиска утерянных файлов кликните по диску правой кнопкой мыши и нажмите открыть. Выберите тип анализа. Для начала рекомендуется выполнить быстрое сканирование. Это займет меньше времени и поможет вернуть файлы в большинстве несложных ситуаций. Откройте папку, где хранилась информация, которую нужно вернуть. Отметьте все нужные файлы и нажмите восстановить. Выберите место куда их сохранить и кликните по кнопке восстановить. По завершению все файлы будут лежать в указанном каталоге. Если программе не удалось найти нужных файлов запустите полный анализ. Для этого вернитесь в главное меню, кликните по диску правой кнопкой мыши и выберите проанализировать заново. Полный анализ. Укажите тип файловой системы. Отметку поиска по содержимому можно снять. Это ускорит процесс поиска. При возникновении ошибки или потери доступа к диску не пытайтесь восстановить массив, если вы не уверены в своих действиях. Так как повторное создание или перенастройка могут полностью затереть оставшуюся информацию на дисках и восстановление в таком случае может быть безуспешным. Рекомендуется как можно скорее достать диски из хранилища и начать процесс поиска и восстановления данных. Если вы используете ICSI подключение и случайно удалили файлы сетевого диска, в итоге их нет в корзине, вернуть информацию вам поможет программа для восстановления данных HATMAN Partition Recovery. При обычном удалении сетевого ICSI диска доставать накопители из нас, подключать ПК и собирать из них RAID не потребуется. В таком случае достаточно будет просто просканировать диск и восстановить из него нужные файлы. HATMAN Partition Recovery сетевой ICSI диск так же как и система компьютера определяет как физический, а это значит, что вы сможете просканировать и восстановить с него случайно удаленные данные. Для восстановления кликните по накопителю правой кнопкой мыши «Открыть». Выберите тип анализа, дождитесь его завершения. Перейдите в папку, где хранились удаленные файлы. Отметьте их. И кликните по кнопке «Восстановить». При выходе нас из строя или случайного удаления файлов нужно как можно скорее предпринимать меры по восстановлению данных, так как в дальнейшем использование массива может повлечь за собой безвозвратную потерю информации. Прекратите использование устройства, как только заметите какие-либо признаки сбоя или потери данных. Неправильные действия могут привести к дальнейшему повреждению неисправного диска или NAS и снизить шансы на восстановление данных. А на этом все, надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok